здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пененко и сегодня мы с вами отправляемся в путешествие связанное с художниками потому что в последние годы как вы знаете очень популярны самые различные выставки конечно же трудно сейчас добраться до лувра ну наверное легче но дальше в эрмитаж тоже нужно ехать туда да и в москва вроде здесь недалеко но как-то вот тоже нет времени зато теперь городском округе люберца можно сходить на выставку не только на выставку а узнать и знать что здесь работают у нас целое отделение люберецкое отделение союза художников подмосковье сегодня у нас гостях председатель этого отделения ина васильевна мормыка здравствуйте я правильно говорю что популярно да люди любят ходить смотреть на творчество художников кстати почему ну как же почему во первых вот вы же сами уже ответили на вопрос далеко ехать не надо то есть вышел дошел до музейно-высылочного комплекса и и и смотри и смотри да и тут тебе и поэзия нашей русской прекрасной природы и нашего деревушки и речушки и что угодно и и никуда ехать не надо все здесь вот увидел но сразу возникает вопрос на эти у такого вот человека который особенно люди которые не умеют что называется читать искусство да они же могут приехать куда-нибудь третяковской галереи на крымском мосту и посмотреть что там в подвале продают или скажем санкт-петербурге находясь на невском проспекте масса всяких произведений вопрос чем отличается в чем отличие такого истинного художника который достоин стать членом союза художников попасть в качестве вот представлены его работы будут на каком-то музее какой-то выставке чем отличается от уличного художника ну как намного уличных художников тоже профессиональные достойные художники здесь немножечко вопрос не так поставлен наш союз мы с удовольствием принимаем всех профессиональных художников достигших 18 лет это могут быть и студенты учебных заведений и уже состоявшиеся художники начинающие художники добро пожаловать к нам открыты такую конечно это открытое общество до чтобы вступить в этот союз надо ознакомиться с условиями указанных на сайте оценивают оценивают скажем что вот это достойная работа но это же тоже какой-то для вступления да я поняла вас надо предоставить 15 работ 15 работ их оценивает компетентная комиссия состоящая из высокого очень да 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 прямо наших метров это профессора идут и суриковского института и строганов строгановки и академии андреяки то есть вот такой у нас очень сильный состав который оценивает работы вступающие естественно мы еще второй части поговорим о том что как как про оперу говорят что дают в опере а поговорим что сегодня пишут ну вот я думаю что наверное не только же деревушки конечно домишки а вот а мы еще пригласили ину васину потому что выставка выставка здесь музейном комплексе что это за выставкой замечательная выставка чего начинается чего начинается родина до выставка может сказать о главном о любви к родине то есть вот наша цель цель их художников показать россию как страну удивительно красивую страну как родину ну вот родина да вот россия малая родина малая то есть можно говорить бесконечно о родине и каждый найдет свои слова свои какие-то ассоциации у кого-то родина начинается как вот в песне поется с букваря да у кого-то она начинается с первой рыбалки но да да опять же это интересы вкусы то что тебя делает вот представителем вот этого огромного слова родина я помню в школе нам рассказывали что вот есть родина с маленькой буквы это как бы ты где-то вот родился то есть малая родина а есть родина с большой буквы это вся страна твоя ну тогда еще советский союз и вот я так понимаю что работа на эту выставку они как кстати они выбирались откуда они представлены только члены союза или как здесь представлена работы 37 художников до проживающих в подмосковье то есть здесь художники это и люберец кого округа и отделением латкаринского союза художников подмосковье и держинское отделение тоже вот участвуют художники а также одинцова химки то есть вот подмосковье собралось у нас здесь да 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 решила провести выставку вот и прекрасная выставка которая вот рассказывает нам о родине 37 человек и все эту родину воспринимают по-разному это же интересно свой подход да она более того да вот я хотела сказать о направлении у нас ведь представлена не только живописи графика у нас представлена прикладное творчество керамика кстати керамику представляет наша художественная школа детки до были у нас в гостях были да так что ну то есть понятно чтобы создать вот ощущение что это и полотна это и графические работы что такое вот тоже жанр сейчас кстати востребован очень хорошо эти выставки проходят графического искусства но и конечно прекрасно да и вот когда еще что-то такое прикладное сделанное по каким-то там древним скажем чертежам что особенно и рецептами рецептами да авторская кукла представлена тоже очень красиво кукла тоже бы я знаю что масса коллекционеров которые сейчас же еще есть запрос определенный на сделанные руками потому что мы живем даже если брать опять же возвращаясь к художникам ну как назвать такого массового что ведь мы видим что нет фантазии все одинаково немножко все как-то вот более-менее к чему-то причёсано если мы приезжаем какой-то город сувениры но только надписи меняются в зависимости от города все меняется а когда ты видишь что вот появляется кукла или какое-то сделанное изделие до который отличается выбивается из этого ряда явно имеет отношение к этому месту тем более что подмосковье богата своей истории конечно и богата истории и вот наши художники они показывают насколько красиво наша и подмосковье и россия в целом и показана ведь не только какие-то вот пейзажи да как вы говорите речушки и там полянки и традиции народные отображены на работах художников это и натюрморты богатейший вот нашей истории там и печка старинная изображена какие-то утюги вот это вот утварь которая просто родная да хорошо а вот эти работы просто выбирали как этих художников выбирали или им предложили или художники сами откликнулись и нашли в своих так сказать значит коллекциях какие-то работы которые как они считают кто вот как организаторы кураторы этого процесса год назад я предложила нашим художникам провести выставку посвященную родине тогда название ее еще не было вот и в принципе все сразу откликнулись сказали прекрасная тема у кого-то были уже готовые работы многие работы написаны и прямо вот в процессе к выставке и это очень приятно потому что на люди постоянно работают развиваются и очень хорошо что они приносят новые свои работы новые творения которые которые обязательно досмотрели ну да то есть либо человек сам да вот что-то вдруг как художник наверное трудно иногда понять можно но не всегда иногда но надо знаете вот когда ты стоишь перед какими-то работами столько можно но я имею ввиду уж более таких маститых в плане долголетия художники кто давно уже ушли из жизни знаменитый и столько разных прочтений что я думаю что если бы художник услышал что его полотно навевает какие мысли он бы очень удивился это хорошо это хорошо это конечно но когда художник работает под заказ вот ему говорят с чего начинается родина это одна история и вдруг он думает а я вот думаю что вот с этого ночи а я думаю с этого а другое дело когда человек так с чего начинается родина и а у меня есть вот эта работа и вот тут такой возникает момент вот эти 37 человек это какой из чего-то отбор кто-то не прошел в этот отбор или как это выставка организован а вы знаете подобрался такой прекрасный коллектив что представлены работы буквально всех другое дело что зал ты не безразмерные ну да то есть можно было бы по две по три работы бы каждого дам больше там находится 135 работ то есть вот по несколько работ каждого автора представлена то есть можно было даже сделать выбор конечно конечно и эта выставка она я так понимаю не только будет в люберцах проходить она будет еще и в других но вот по поводу этой выставке нет пока мы не планируем ее сделать передвижной а вот предыдущая зимняя у нас была действительно передвижная она сначала с позиция здесь была в люберцах потом она поехала в кжель и также вот союз художников подмосковья довольно часто практикует такие передвижные выставки вот у нас недавно закончилась выставкам не то что она закончилась а первый ее этап то есть она началась в совете федерации называется россия православная сейчас экспозиция в старинной усадьбе в главном доме старинной усадьбы называется знаменская как-то ну даже сейчас да 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 это в каком районе я распереживалась город красногорск а губайлова знаменская губайлова и она будет еще и дальше дальше потом она поедет в химки и вот она поедет по городам а вот что ждут понимаете тут же еще такой момент вот как музыкант актеры режиссеры драматурги мы же понимаем что есть два направления наверно главных это когда ты пишешь потому что хорошем смысле слова конъюнктура а бывает когда вот зов души и сердца вот на сегодняшний день вы что видите в этом художественном подходе чего больше больше вот души или больше то что вот пользуется популярностью нажать как то одно направление то другое то вроде как больше классика то вроде как больше модерн а вы знаете это все зависит от самого опять-таки художника кто-то нацелен на коммерцию тогда одна история тогда одна история а кто-то что называется для души туда для души для людей для себя вот ну так причем это это может и то это имеет место и то это находит своего зрителя да другое дело что останется веках говорят картины становятся ценами после 50 лет написали бы я сейчас что-то написал предположим более-менее сказали бы что то надо же 50 лет ждать ай 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 ну потому что все оценивает время вот конечно но сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что у нас гостях и на васина мармега председатель люберецкого деления союза художников подмосковья и член союза дизайнеров москвы через некоторое время продолжим напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях и на васина мармега председатель люберецкого деления союза художников подмосковье и член союза дизайнеров москвы кстати о дизайне чуть-чуть тоже поговорим потому что слово такое популярное дизайнеров много просто интересно как что это такое сегодня в вашем понимании но вернемся первом отделении мы говорили нашей встречи сегодняшней о выставке а летний можно сказать до выставки веселее линия до выставка которая называется с чего начинается родина а я вот хотел бы сейчас поговорить все таки уже о самом союзе художников это вообще престижно когда человек входит союз художников подмосковье что это ему дает в первую очередь это дает ему общение с намышленным потому что это ведь очень важно 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 обмен мнениями обмен мнениями ты получаешь информацию ты отдаешь эту информацию какой-то вот это вот 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 смешение круговерть смешение мнения это ведь очень важно творческому человеку потому что среди творческих людей очень много сомневающихся то есть вот сделал ой правильно неправильно хорошо нехорошо ну вот правильно неправильно это даже не это вообще неправильно потому что но мы Мы знаем историю художников, которые выбрасывали свои картины прямо к себе в сад, и они висели на деревьях, потому что не понравилось. Потому что вовремя никто не сказал, боже мой, как это великолепно. Да, 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 совершенно верно. Ведь недаром говорят, что художнику очень важно вовремя остановиться, когда он пишет какую-то работу, картину, чтобы не уйти куда-то там. А какие вообще сегодня основные, как вы считаете? Вот художники, даже, наверное, артисты и музыканты более, что ли, понятны для общественности, для, ну, скажем так, все люди творческие, но в данном случае это уже как профессия. А вот художники действительно, такая загадка, почему? Потому что столько направлений сейчас, если мы забьем в интернете, как говорят, просто направления живописи. Их миллион. Там названия, причем их придумывают, понятно, что есть, конечно же, академические какие-то вещи, но тем не менее, огромное количество людей, которые видят себя, чувствуют и представляются как художник. Но какие должны быть основные качества этого человека? Он же, наверное, как-то по-другому на мир смотрит? Или это такой сложный вопрос? Довольно сложный, философский, скорее, вопрос, потому что, как бы художник не смотрел на мир, в первую очередь важна база. И вот вы говорите о нашем союзе, и как вступить. Я не просто сказала, что мы принимаем профессиональных художников, потому что очень важно начинать с реализма, с классики. Это дает мощную базу, базу для развития творческой личности. То есть, опять же, у нас выставка называется «С чего начинается Родина», а художник начинается с базы, получается, с самых первых основ. Да любой, не только художник, и музыкант, и литератор. Ну как же, если литератор не знает алфавита, как он будет вообще писать? Или там вот понятие композиции, всего прочего, музыкант. Это правильно. Но я же говорю о другом. О чем? Я говорю о некоем таланте, который, безусловно, присутствует. Талант, конечно, присутствует, но 90% – это трудолюбие. Да, но есть же от Бога, когда ничего не надо, просто встал, и сразу получается. Ну есть же. Ну, наверное, не знаю, может быть. Понятно. Вот всё-таки, да, мы пытаемся… Вы понимаете, как посетитель выставки, вот представьте, что я пристал к вам с этими вопросами. Почему? Потому что сегодня действительно, посмотрите, какие грандиозные выставки проходят и проходили по самым разным художникам, да, и Третьяковка, и Пушкинский, ну, и Эрмитаж, и Румский музей, и, кстати, наш музейно-выставочный комплекс, потому что есть что показать из своих, так сказать, галереи, да, из своих, так сказать, архивов. Вот возвращаясь уже к этой, то, что вы говорите, 50 лет. Ну, это, кстати, 50 лет, это по большому счёту немного. В общем, да. Есть ли какие-то ещё дополнительные способы художнику о себе заявить? И как, например, сегодня проходят выставки? Может, ну, есть художник, ну, предположим, вот он уже среднестатистический, в хорошем смысле слова, у него есть работа. Он как может выставку организовать? Или это какие-то связи должны быть? Или союз может ему помочь? Ну, я так думаю, что здесь проблемы нет. Было бы желание, в любом, в общем-то, в любой деятельности человеческой, главное желание, это двигатель всего. Ну, в интернете можно свою галерею выставить. Если есть художник, да, вот он живёт в Люберцах, он, значит, знает, что тут есть музейно-выставочный комплекс, он идёт к руководству музейно-выставочного комплекса. Так, и говорит, вот я художник, у меня есть работа для вас. Да, да. Он предлагает, да. И музей может у него, например, что-то приобрести? Нет, нет, не приобрести, а предоставить помещение для выставки. А, вот так. Ну, вы же спросили, как продвинуть свои работы. Хорошо, а продать картину как? А, ну, продать, ну, продать, это уже такое дело, это уж как повезёт. Это как повезёт. Вот всё-таки мир, вот искусство, он такой сложный. Вернёмся к вообще художественному направлению. Вот мы знаем, сейчас президент уже дал поручение, чтобы черчению обучали, да, в школе. Я помню, я как раз учился, когда это у нас было ещё, и потом там был в УЗИ начертательная геометрия и так далее. Что даёт человеку, даже не художнику, а вот то, что мы тоже с вами немножко коснулись этой темы, если он помимо написания букв, что, кстати, в последнее время сложнее стало, потому что мы всё печатаем, но мы можем и рисовать, и писать с помощью каких-то других техник. Тем не менее, что это даёт? По-другому человек мыслит, у него как-то моторика другая, мозги другие. Именно черчение вы имеете в виду? Ну, вот черчение, рисование, вообще вот изобретение. Вот холст, и ты на нём что-то творишь. Не зря же творение называется. Это мелкая моторика, это логическое мышление, это восприятие мира не только в деталях, но и в целом. Это очень сложно на самом деле. И изобразительное творчество, и в том числе очерчение помогает просто разобраться в сути вещи, в сути деталей, как она устроена. Ну и плюс ещё, наверное, для художника важно ассоциативное мышление, когда он видит, ну, как сейчас говорят, 3D, а он все 10D может видеть как-то по-своему. Ну, это всё развивается, да, да. Вот смотрите. 3D и 10D. Просто надо смотреть, впитывать себя, думать, потому что все вот эти вот качества художника, они развиваются в процессе жизни. Это не так, что ты вот выучился, закончил институт, и ты готовый художник. Нет, художники настоящие. Вот, кстати, у нас на выставке принимают участие, на выставке принимают участие не только маститые художники, есть заслуженные художники России, есть просто уже о себе заявившие художники, не просто, а вообще просто заявившие. Имена, имена. Да, имена, имена. Вот, а есть начинающие, молодые художники, и тоже это очень интересно. Ещё такой вопрос. Всё же вроде бы придумано, ну, все направления, тем не менее, мы видим с вами, какие сейчас страсти по так называемому уличному стрит-арту или, скажем, картины. Я вот видел целое направление, я не помню, правда, сейчас как оно называется. Вот ты смотришь, ну, фотография в чистом виде. Когда-то это считалось таким плохим тоном, с фотографической точностью что-то делать. А тут ты смотришь, не поймёшь, это фото или это... То есть масса всяких вариантов. Вот, с одной стороны, у тебя ощущение, что всё это всё время развивается, знаете, как самовоспроизводящая такая продукция. С другой стороны, не ходим ли мы всё время по кругу? От классики к ренессансу, от ренессанса куда-нибудь туда, потом модерн, потом чёрный квадрат, белый, жёлтый, зелёный. Ну, где-то так. Вообще развитие идёт ведь по спирали, да. И если, ну, вот вы говорите, фотография. Конечно, в 17 веке, когда не было фотографии, это очень ценилось. То есть именно фотографическая точность, восприятие. Вот когда у нас в России появился жанр натюрморта, то есть если в Голландии он пораньше появился, то в России где-то в 17 веке. И очень ценились вот эта вот прямо фотографическая точность. А сейчас есть такое направление в искусстве, да, гиперреализм. Но, да, это очень здорово, это, ну, ценится определённым кругом людей, но в художнике больше ценится его индивидуальность, его свой подход, его свой подход, своё чтение нашего удивительного мира. И, наверное, вот именно те художники, которые могут нам показать обыденность необыкновенно, вот, наверное, они настоящие. Именно вот они достойны внимания, и они останутся в истории нашей. Еще такой вопрос. Ну, существует там 20 имён, может быть, больше, если их называть, которые на слуху уже века. Ну, кто-то поменьше, кто-то побольше. Но они есть, о них снимают фильмы, о них совершенно невероятные истории, то есть они популярны. Есть такое ощущение, опять же, оно вполне, возможно, ошибочно, что этот круг имён практически уже не пополняется. Ну, условно, Шишкин, Айвазовский, ну, это я так коротко говорю, куда не приедешь, обязательно есть Айвазовский, но он очень много работал, долго жил. То есть я о чём говорю? Появляются ли новые имена? Ведь 50 лет-то прошло, и с 1920 года уже ещё когда-то. Да, конечно, появляются. То есть они просто не культивируются? Сложный вопрос. Я понимаю, что сложно ответить и члену Союза журнохудожников. Да, но он такой с подковыркой. Тогда последний вопрос, соединим их два. Когда я был на выставке Пикассо или Пикассо, пусть ставят ударение так, как... Целый час я стоял... Как-то поговорка есть. Я стоял у картины... В течение часа я стоял у картины Пикассо. Пикассо, да. Хорошо. Вот у него есть разные работы, да? Там «Девочка на шаре», какой-то странный голубь из дерева, прям так выпиленный. Потом какие-то совершенно работы трудновообразимые, которые нужно очень долго стоять и соображать, что же художник здесь попытался... Ну, практически в различных жанрах, не говоря о его основных. Но в финале этой выставки висела картина, где была часть прорисованной его жены с фотографической чёткостью. И я так понимаю, что, может быть, художники – это ещё люди, которые обладают замечательным запасом иронии? Конечно. И именно Пабло Пикассо этим отличается. Он прекрасный, превосходный график. У него мощнейший... Вот мы говорили об Азии. Школа у него великолепная. И всё остальное – это, конечно, это просто чувство своём отток. То есть могу так, могу так, могу вот так. Ну, наверное, у художников все чувства, в том числе и чувства юмора, должны быть обострены. Спасибо вам огромное. Ещё раз напоминаем, что выставка у нас проходит в музейно-выставочном комплексе городского круга Люберца. Да, завтра открытие в 4 часа. Называется она «С чего начинается Родина?». И напомню, что в гостях у нас сегодня была Инна Васильевна Мармыга, председатель Люберецкого отделения союза художников в Подмосковье, член союза дизайнеров. Ну, дизайн тогда в следующий раз обсудим, потому что слово модное, но не всеми понятное. Вам удачи. Спасибо большое. Вам, чтобы с выставкой всё состоялось, чтобы были хорошие отзывы. Ну, а это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова